Меня зовут Илья Савинов, я из Москвы, мне 32 года. Я один из наиболее компетентных в России людей по кофе. Кофе – это самый сложный продукт на Земле по количеству вкусоароматических компонентов. Одно моё свойство мне помогло разобраться в этом предмете – способность концентрировать внимание на том, чем я занимаюсь в настоящий момент. Потому что, по сути, органолептическая оценка – это не что иное, как упражнение по постоянной концентрации. Собственно говоря, за обоняние у нас отвечает отдел лимбической системы нашего головного мозга. Кроме обоняния, она отвечает за долгосрочную память и за эмоции. То есть мне кажется, что вообще работа со вкусами, она способствует лучшему пониманию себя, лучшему пониманию собственной природы. И в конечном итоге она позволяет тебе стать чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть лучше в чём-то. И это пригодится и в других областях жизни. Я пришёл для того, чтобы открыть людям глаза на то, что кофе – это действительно уникальный продукт. Он разный, он интересный, он сложный и он действительно классный. Встречайте! Илья Савинов! Савинов! Приветствую вас, Илья! Можно подойти сразу к стойке? Пойдёмте. Скажите, Илья, я просто не так давно, к своему стыду, узнал слово, которое звучит так – «бариста». Это слово имеет к вам отношение или ваша профессия называется иначе? «Бариста» – это специалист по приготовлению кофе. А вы? Моя роль чуть иная – определение вкусов, дегустация, органолептический анализ, соотношение цены и качества. «Самилье» – это правильное слово? Да, это ближе. Да? То есть, прекрасно. Способен ли человек по запаху и вкусу точно определить сорт кофе? Мы начинаем испытание для Ильи Савинова. Добро пожаловать в кафе «Удивительные люди». Сегодня здесь 12 посетителей. В том числе супруга нашего героя. Где ваша супруга? Вот она, Серит. Привет! Это вы? Здравствуйте. А как вас зовут? Наталья. Очень приятно. Это важно, кстати. Это важное знакомство. Перед каждым из гостей чашка кофе определенного сорта. Мы завяжем участнику глаза и дадим попробовать несколько чашек кофе. Задача Ильи – указать нам, когда около него окажется чашка его супруги. Ведь ее вкусы ему хорошо известны. Я прошу ассистентов завязать участнику глаза. А наш барист готов принести его чашку любого гостя, на которого укажут наши звездные гости. Если позволите, я отведу вас за барную стойку. Следуйте за мной. Прошу. Отлично. А теперь, кто из звездных гостей первым укажет на гостя кафе его чашечку кофе? Евгений, прошу. Так. Здравствуйте. Женя, прошу вас. Итак, первая чашка. Прошу вас. Эта ли чашка принадлежит вашей жене? Вы знаете, Александр, это редкий вид кофе, и уже не Оэдис из Колумбии, я его узнаю по первому глотку. У него такой четкий, вермутовый оттенок. Такой кофе моей жене точно не нравится, это не он. Аплодисменты вам. Аплодисменты. А что мы ищем? Каков вкус любимого кофе вашей жены? Он напоминает такой хороший, выдержанный виски, но при этом с очень такими сладкими тонами тропических фруктов. Таких как персики, ананасы и даже чуть-чуть манго совсем на задах. Вот я все-таки очень далек от этого напитка, я никогда так не относился к кофе. Продолжим. Наташ, ну хотите вы. Сейчас пойду к супруге, к Наталье. Так, появилась следующая чашка. Вы знаете, это такой крепкий, насыщенный кофе. Мужской-мужской кофе. Точно не кофе моей жены. Это Гондурас Сан Марко с темной обжарки. Давайте следующую чашку я принесу. Перед вами третья чашка. У этого кофе слишком интенсивная кислотность. Моя жена не любит, к моему величайшему сожалению, такую цитрусовую кислотность, потому что я сам ее большой фанат. Этот кофе, это Эпиопия Рогачефер. Это нелюбимый кофе моей жены. Ну давайте продолжим. Вот продолжим. Прошу. А давайте ради чистоты эксперимента возьмем чашечку еще. Да любую. Оль, вот прелесть ситуации в том, что любой каприз. Вот эти две чашечки. Вот эти две чашки? Ага. Хорошо. Так, значит, задача усложнилась. Перед вами две чашки кофе. Одна и вот вторая. Конечно, это он. Я его определяю просто легко. Плотный, сочный. Такой прям напоминает хорошие виски. Это действительно удивительный кофе. Это он. Вы можете снять повязку. Оля, все правильно? Это и есть тот самый кофе? Это он самый. Ну то есть, несмотря на то, что вы сделали все, чтобы окончательно запутать нашего гостя, ответ оказался правильным. Вам аплодисменты. Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом эксперименте. Отдельное спасибо Наталье. Спасибо вам большое. Давайте поговорим с нашими звездными гостями. Ну что, ваши ощущения, Евгений? Прекрасное ощущение. Очень рад вообще этому номеру, потому что я фанат кофе. Кофе, как мы знаем, появилось в Грузии. Это мы знаем. Ну а если без шуток, насколько я помню, в Грузии, в Батуми, в доме всегда запах кофе. Потому что женщины, вот они постоянно вот это вот крутят и молят кофе. Очень крутой номер. Я не знаю, как вы определяли именно марку, сорт, не знаю, где там, страну, как вы это делаете, я не знаю. Органолептический. Номер для меня, он, правда, очень такой, для меня лично очень интересный, потому что я очень люблю кофе. Спасибо большое, Жень, профессор. Вы любите кофе? Я люблю кофе, но я не эксперт. На самом деле кофе интереснейший продукт. Не так много продуктов. Наверное, шоколад, кофе, красное вино, сыр, где аромат очень важен. И наш язык, на удивление, беден для того, чтобы передать ароматы. На самом деле есть народы, где гораздо более широкая палитра в языке описывает ароматы. А это интересно, потому что наш мозг, судя по всему, может кодировать до 400 рецепторов к разным ароматам. И потенциально мы можем ощущать невероятную палитру ароматов. Мне кажется, что вы показали, как можно достигнуть невероятных высот в определении ароматов и сделать жизнь гораздо богаче и интереснее. Это было здорово. Спасибо. Василий, спасибо большое. Наталья. Кофе и спорт. Ну, если честно, когда я занималась спортом профессиональным, я кофе вообще не пила. Но недавно я вышла замуж и стала пить кофе. Мы вас поздравляем. На самом деле, и то, и другое очень приятные события. Да, и полюбила кофе. И вы знаете, Илья, вот замечательно, что вы знаете вкус своей супруги кофе. Я думаю, не только кофе, да, что любит ваша супруга. Я считаю, это здорово и красиво и приятно. Вы молодец. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Ольга. Ну, что я могу сказать? Илья, сколько вы женаты уже? Женаты мы 6 лет. Конечно, вкусы любимого человека мы угадываем просто по щелочку пальцев. Поэтому здесь я, как человек, долго находящийся в браке, ничего удивительного не вижу. Нет, нет. Оль, я с вами согласен. Но задача была не определить, какой кофе пьет жена Ильи. А задача была определить, этот ли сорт, не глядя, не видя. И Илья рассказал нам про все остальные сорта кофе, которые он пробовал. Я не умоляю профессиональных навыков, Ильи. Ну да. Они прекрасны. Спасибо. Он большой профессионал. Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо. Илья, спасибо вам. Спасибо. Вы рассказали много интересных вещей о кофе. Ну что, удивительные люди Илья Савином и Наталья. Им аплодисменты. Спасибо большое.